Всем привет, друзья! С вами Тёмус. Сегодня мы разберёмся в том, что такое первая космическая скорость, как космические корабли выходят на орбиту, а также почему они не падают с неё на Землю. Итак, давайте начнём. За выход на орбиту отвечает первая космическая скорость, которая является орбитальной скоростью, с которой тело должно двигаться вокруг центра масс. Чаще всего звезды или планеты. Её формула равна квадратному корню из произведения гравитационной постоянной на массу планеты, делённую на сумму радиуса планеты и высоты тела над поверхностью. Зачастую сумму радиуса планеты и высоты тела заменяет на термин «большая полуось». Данный термин мы рассмотрим в одном из следующих видео. Для Земли имеем следующие параметры. Гравитационная постоянная приблизительно равна 6,67 на 10-11 степени ньютонов на метр в квадрате, на килограмм минус второй степени. Масса Земли равна 5,97 на 10-24 степени килограмм. Радиус Земли равен 6,671 на 10-6 степени метров. Давайте рассчитаем первую космическую скорость для тела около поверхности Земли, подставив имеющееся значение формулу. При этом высотой можно пренебречь из-за несущественного влияния на расчёты. В итоге получаем, что первая космическая скорость около поверхности Земли приблизительно равна 7,905,8 метров в секунду. Теперь рассчитаем первую космическую скорость на высоте 1000 километров или 10-6 степени метров, прибавив к радиусу Земли высоту тела над поверхностью. Получаем, что первая космическая скорость на высоте 1000 километров приблизительно равна 7,350 метров в секунду. Из этих значений видим, что чем выше над поверхностью Земли объект, тем ниже должна быть его орбитальная скорость. Вспомним это утверждение. С ним мы разберёмся к концу видео. Так как же происходит выход на орбиту? Для начала следует уточнить пару особенностей орбитального полёта. В отличие от орбитальных полётов, при которых тело летит по параболе, орбитальных аэродинамические силы не очень сильно влияют на полёт по причине обтекаемости корпуса ракеты, снижающей сопротивление воздуха, её траектории, при которой ракета стремится как можно быстрее выйти из атмосферы, а также благодаря снижению плотности воздуха с увеличивающейся высотой. Более подробно аэродинамику ракеты мы рассмотрим в одном из следующих видео. На протяжении всего полёта масса ракеты постоянно уменьшается в связи с уменьшением количества топлива по ходу работы. Третье. Ускорители ракеты могут менять направление вектора тяги, что позволяет поравлять направлением ракеты. Теперь мы можем рассмотреть схематичный план выхода двухступенчатой ракеты на орбиту. Он состоит из нескольких этапов. Первый. Ракета стоит на стартовой площадке, ожидая пуска. Второй. Запускаются ускорители первой ступени, которые создают тягу, силы которой способны преодолеть силу тяжести Земли. При этом из-за высокой тяги и уменьшающегося веса ракета очень быстро выходит из атмосферы Земли, граница которой определена линия Кармана, расположенная на высоте 100 километров. Третий. По мере подъёма траектория ракеты всё больше приближается к горизонтальной. Четвёртый. Топливо в первой ступени заканчивается, она отсоединяется от ракеты. При этом ступень может быть возвращена на Землю в целости, либо уничтожена. В то же время запускается вторая ступень. Пятый. Ракета продолжает наклоняться к горизонту, а затем на необходимой высоте скорости, определенной первой космической для этой же высоты, ускорители отключаются, и ракета начинает двигаться по орбите вокруг Земли. А почему же наша ракета не падает на Землю, а продолжает вращаться по орбите? За простым объяснением обратимся к профессору Станюковичу, а точнее к его ответу на данный вопрос в выпуске номер 95 газеты «Пионерская правда» от 19 ноября 1957 года. В качестве аналогии движения по орбите можем взять вращение тяжёлого шарика на нитке над головой. При этом нить натягивается, а шарик начинает вращаться по кругу. Однако шарик стремится начать движение по прямой, а не по кругу. Но это ему не даёт сделать центр стремительного ускорения. Возвращаясь к нашей ракете, перенесём имеющееся знание на неё. Центр стремительным ускорением выступает ускорение свободного падения. Линейной скоростью шарика – первая космическая скорость. Тут можно объяснить уменьшение первой космической скорости при увеличении высоты. На нулевой высоте на экваторе мы имеем ускорение свободного падения, приблизительно равное 9,8 метра на секунду в квадрате. А на высоте 1000 километров приблизительно равное 7,27 метра на секунду в квадрате. Для сохранения направления вектора результирующей силы, нам также нужно уменьшить значение вектора первой космической скорости. Причём, если разогнать шарик слишком быстро, то он вырвет нить из рук, полетев по прямой траектории. Этот же принцип используется и в орбитальной механике. А названием этой скорости является вторая космическая скорость, позволяющая определить силу тяжести Земли и выйти на орбиту вокруг Солнца. Но подробнее об этом я расскажу в следующем видео по орбитальной механике. Пишите в комментариях свои предложения по улучшению научно-популярного контента на канале, а также свои идеи для следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. А с вами был Тёмус, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok